Сов, орлов, балобанов и других птиц, которые занесены в Красную книгу, мы сегодня не только посмотрим, но и сфотографируемся с ними и даже покормим. Всего лишь час езды от города, и мы оказались в живописном центре реабилитации хищных птиц. Заходим в питомник, птиц еще не видно, зато со всех сторон слышны их голоса. Хищники сюда попадают со всей России. Мы принимаем раненых птиц. Птиц, в которых стреляли браконьеры, птицы, которые разбились об провода, об окна домов, птицы, которых сбила машина. Если нам приносят такую птицу, мы берем ее на лечение. Если птицу удается вылечить, если травма несложная, допустим, ушиб крыла, мы такую птицу выпускаем на волю в природу. Чаще всего гости питомника привозят с собой сушки, печенье и даже овощи со своего огорода. И очень расстраиваются, когда узнают, что хищники едят мясо и только мясо. Мы одни из первых начали осуществить эту процедуру превращения питомника хищных птиц в центр пропаганды и агитации за хищных птиц, и центр отдыха с хищными птицами. И, конечно же, мы будем в этом направлении работать, для того, чтобы шоу программу нашу увеличить. У меня на руке сейчас сидит сокол-балобан. Ему всего лишь полгода, но он уже на экскурсиях показывает охоту на искусственную птичку. Луненький. На голове у птиц клобучок. Его надевают для того, чтобы пернаты не пугались посетителей. Снимаем с балобана шапочку и начинаем соколинную охоту. У меня сложилось впечатление, что сокол вместо охоты просто хочет размять перья. И, не обращая внимания на приманку, просто летает в свое удовольствие. После показательного выступления хищник садится к сокольнику на руку, чтобы как следует подкрепиться. Пришло время полетать ночному хищнику. В питомнике есть поверье. Если филин во время прогулки заденет кого-нибудь крылом или хвостом, того ждет счастье. Нашему оператору повезло. Птица прилетела четко в камеру. Что ж, зрителям Утро ТВ в новом году обязательно будет сопутствовать удача. Вы приезжаете, и мы работаем всегда, когда вы хотите к нам приехать. Единственное, что у нас есть минимум там по группам. Мы начинаем работать, когда к нам приезжает 5 человек, не меньше. Честно говоря, я до сих пор под впечатлением не знала, что общения с хищными птицами могут быть настолько интересными. Я еще сюда обязательно вернусь, и вам советую провести активные выходные всей семьей птичники. Редактор субтитров А.Семкин